Добрый день, уважаемые зрители видеоканала «Планета дзюдо». Сегодня мы в гостях у Алексея Крюблева. Добрый день, Роман. Добрый день, уважаемые зрители. И мы продолжаем такой цикл бесед и обсуждений на тему кодекса дзюдо, или, можно так еще сказать, кодекса боевых искусств. Как с помощью боевых искусств, в частности дзюдо, можно развить те качества, которые были изложены в кодексе дзюдо Дзюгуракан в свое время, ну и также в других боевых искусствах. И вообще, возможно ли это сделать. И свое мнение по этому поводу выскажет Алексей. Мы начнем вот по порядку этого кодекса. Не знаю, насколько это точно. Вы, может быть, несете поправки к этому кодексу. Но вот этот список качеств мне, ну, такой рисунок, вот здесь у меня, телефончик, да, мне подарил мой приятель хороший тоже, тренер дзюдо, у него клуб свой. Здесь такие качества. Дружба, уважение, искренность, честность, скромность, самоконтроль, храм и свеженность. И давайте мы начнем с первого пункта. Дружба. Здесь еще есть такое дополнение. Самое чистое из всех человеческих чувств. Да, ну глобальная тема, конечно, я не очень готов к разговорам. Это очень серьезная тема. Но я буду говорить с позиции историк, потому что я, как вы знаете, занимаюсь историей Японии и, в первую очередь, историей боевых искусств Японии. Здесь есть аспекты, которые мне как-то знакомы. И я буду именно с этой позиции говорить, потому что, вероятно, у каждого тренера, который много лет в спорте, уже есть свои какие-то представления, свои рецепты, свое понимание того, что такое дружба. Все-таки, мне кажется, здесь, когда мы говорим о дружбе, это всего лишь одна из составляющих нормальных человеческих отношений. Вот в кодексе, среди качеств, которые вы перечислили, вы найдете еще такое понятие, как вежливость. Ну, вы понимаете, мы говорим о переводе на русский язык. И, конечно, для того, чтобы понять, что имел в виду канаджиевого, нам бы надо брать первый источник и обсуждать его, потому что, как вы догадываетесь, разные понятия в разных языках могут иметь негативно различные значения и какие-то их оттенки. Но, насколько я понимаю, когда мы говорим о бежливости или о дружбе, в первую очередь, мы приходим к такому понятию, очень важному для всей Дальнего Востока, как «рей», что переводят как «этикет» или «ритуал». И, собственно говоря, от этого понятия мы можем двигаться к пониманию других отличных понятий, таких как «дружба», например. Само по себе понятие «рей» или по-китайски «ли», «этикет», «ритуал» – это и понятие чрезвычайно древнее. Оно активно разрабатывалось еще в Древнем Китае. Вот в Древнем Китае в середине первого тысячелетия, во второй половине первого тысячелетия до Мишера такое имело место явление, как период стаж-полный, стаж-полный, стаж-полный мысли, они вели активную дискуссию по самым разным вопросам. И в том числе обсуждался вопрос о том, каков человек по его природе. И является ли он добрым по своей природе, устремляет ли он к благу, или же он устремляется к злу. И существовали разные точки зрения на этот счет. Крупнейший конфуцианский философ Мензел говорил о том, что человек по природе добр. Вот каждый человек рождается с началом недобра, и в общем задача воспитания – помочь ему развить эти начала до конца. И тогда он будет не только активным и полезным участником общественной жизни, но и он станет своего рода гражданином мира, потому что он будет пребывать в гармонии со всем космосом. Ему оппонировал Сюнди. И вот Сюнди заговорил, что человек рождается на самом деле сначала не в зла. И когда впервые сталкиваешься с этим тезисом, Сюнди, конечно, воспринимаешь это как такое агрессивное отношение к человеку. Думаешь, что Сюнди очень невысокого мнения было о человеке вообще. Но на самом деле наоборот, потому что Сюнди говорит о том, что люди явились создателями культуры. И в этой культуре огромное место занимает как раз понятие «ли» или «рэй» – этикета «ритуал». Как размышлял Сюнди, человек – это существо социальное. Человек становится человеком только в обществе. Вне общества человек человеком быть не может. Собственно говоря, в японском языке понятие «человек» в абстрактном значении передается словом «нингэн». Где «нин» – это «человек», а «гэн» – это «пространство». Любительный методоборство слово тоже знакомо, но в варианте «ма», прочтение «ма», которое входит в «ма-ай» – «дистанция». То есть, когда мы говорим о пространстве, кажется, что пространство всегда нас разделяет. А на самом деле оно нас и связывает. Мы через это особенно хорошо можем понять, когда постоянно слышим из телевизора и радио разговоры о социальной дистанциях. Что такое социальная дистанция? Вероятно, это какое-то расстояние, на котором нужно общаться. В любом случае присутствует сообщение. Так вот, человек – это человек, который существует в пространстве людей и во взаимосвязи с этим людьми. Человек наделен, естественно, желанием, которое он стремится реализовать. Но если реализация этих желаний не установлена границами, тогда начинаются разговоры. Потому что у человека есть такой недостаток. Он всегда стремится взять больше, чем ему нужно. И в этом случае он отнимает и другую. Это результат какого-то воспитания, культуры? Это просто сам процесс, который заложен. Это заложено. Это вот то турное качество, которое в человеке заложено. Но люди придумали культуру. И в ней вывели на первый план понятие этикета ритуала. Ритуал, в данном случае, это очень шокое понятие, оно означает нечто регулирующее. То есть это универсальный регулятор взаимоотношений между людьми. Потому что ритуал кладет границы. То есть теористы. Другими словами, кодекс дзюдо или любой кодекс – это как раз есть определение границ. Мы понимаем, как кодекс дзюдо вы сейчас хотите взять немножко изолированно от культуры. Ведь он являлся порождением конкретной японской культуры. И каждый японец, читая этот текст, видя в нем иероглифы, он сразу ассоциировал их с огромным пластом традиционной культуры. И в том числе для него определенными смыслами наделялись вот эти понятия культура, понятия этикета, вежливость. Что такое вежливость? Вежливость в данном случае – не брать больше того, что тебе положено. Вот я вот сейчас сразу, извините, перевью. Вот здесь вот вежливость, вот смотрите, дружба. Мы начали с дружбы. Последним пунктом идет вежливость. Здесь написано «Уважение других людей». А ваша трактовка немножко другая. Но хотя это может быть параллельно. Понимаете как, это вопрос как раз очень характерный. С одной стороны, мы можем рассчитывать на то, что человек, по своей природе являясь добрым, будет прилагать все усилия для того, чтобы вести себя по отношению к другим людям порядочно, достойно, быть с ними вежливым, уважительным и так далее. Ритуал немножко другой. Это внешний по отношению к человеку регулятор его проведения, который не рассчитывает на доброту человека изначально. Он наоборот рассчитывает, что человек нуждается в управлении. Управление осуществляется с помощью культуры. Эту культуру создали совершенно мудры. То есть люди, но совершенно другого уровня развития, которые были способны познавать законы мироздания, и они в том числе понимали, что человека нужно воспитать. Каким способом? Вот для японской методики огромное значение имеет как раз вот это понятие Рей. Это не просто поклон. Это не просто поклон. Это и вообще все нормы поведения человека в обществе. И они достаточно хорошо разработаны, детально разработаны. Не в тексте, а в огромной совокупности текстов, которая была культурой усвоена, переработана и доведена до простых правил, которые известны каждому ребенку с детства. Многие русские, которые бывали в Японии, обращали внимание, насколько корректны дети, насколько они управляли. Если им сказали находиться здесь и не шумить, они будут находиться здесь и не шумить. Они придут вовремя, соберутся в нужном месте, они принесут необходимые вещи, которые им указаны. С нашими же ребятами зачастую возникает больше сложностей. Но японцы в каком-то смысле подавляют индивидуальность человека, но делают это ради общественного блага. И вот в этом плане Рей выступает именно таким универсальным регулятором. Из него выстраиваются все другие виды отношений между людьми. Например, дружба. Представьте себе, все-таки в основе японского восприятия социальной жизни лежит конфуцианство. Конфуцианство говорит, что есть пять норм отношений. Между правителем и подданным, между старшим и младшим, между мужем и женой, между старшим братом и младшим братом, между равными. Смотрите, между равными – это только один из видов отношений. И вот между равными, с точки зрения японцев, возможно дружба. А если мы не равны изначально по положению, допустим, мы находимся в положении учитель-ученика или старшего или младшего, с точки зрения японцев дружба невозможна. Собственно говоря, дружба, в данном случае юдзё – это чувство приятельства, то есть расположение к человеку. Это не по-непрасски ни в коем случае. Опять-таки слово «дружба», оно немножко… оно наше, русское слово «дружба». Мы его наделяем своим смыслом, о чем он говорил. Алексей, вот у меня… Я вас перебил, то у меня вот ирок. Да, юдзё – это чувство приятельства. Вот второе чтение иролифа ю – это тому. Это друг, товарищ, но тому-ни – это вместе. То есть это подразумевает наличие неких общих интересов, сочувствия, может быть. То есть в данном случае речь идёт вот о чём. Во-первых, дружба с точки зрения японцев, как я себе представляю. Она возможна только между людьми одного положения, одного возраста, примерно. Это во-первых. А во-вторых, это в первую очередь стремление делать в пользу товарища то, что желаешь самому себе. Это вообще норма конфуцианства, так называемый принцип меры. Делай друг другу то, что желаешь себе. В этом выражается дружба. Алексей, ну вот смотрите, сегодня дзюдо уже давно, то есть уже много лет дзюдо вышло за рамки от Японии. Это уже достояние культуры всей планеты. И нельзя, может быть, так не совсем, наверное, правильно говорить больше, как бы, что если бы это было закрытое дзюдо, да, и мы бы не знали о нём. Может быть, да. А вот как это всё, разве вот эти все принципы дружбы, уважения, кодеки дзюдо, разве это не общий, в принципе, для каждой культуры? Разве не было, допустим, культуры, там, территории, которые сегодня Российская Федерация, или там Европа, Америка, такие, в принципе, поклоны? Да, вы посмотрите, конечно, поклоны и всё прочее. Но согласитесь, нормы, этикеты и вот, допустим, восприятие проблемы гендера, да, на Северном Кавказе и в европейской части России могут существенно отличаться. Хотя речь идёт об одной стране и о народах, которые живут уже очень долгое время. Повторюсь, я всё-таки хочу вам рассказать об этих вопросах с позиции историка. То, что каждый из вас чувствует, это ваше личное, и вы не имеете на это полное право, я вам пытаюсь рассказать о том, что, как мне кажется, закладывал канун дзюдо, когда он об этом говорил. Знаете, такая вот, я преподаю в Институте стран Азиатрики, преподаю в том числе историю общественной мысли. Ну, есть очень небольшой круг работы у нас на русском языке по истории общественной мысли. И есть известная работа философа-марксиста Нагата Хироши. И он там такие вещи рассказывает. Он говорит, что, вы знаете, у нас в японских философии нет, и в 19-е веке никакой философии не было. Творческое начало японской философии не развито. И японцы ничего не внесли в мировую сокровищесть философской мысли. Унизительный звучит. Но почему так? Он говорит, а представьте себе, что происходило рядом, находилось гигантской цивилизацией Китая. Она более старая. Конечно, мы многое заимствовали. Но из одной культурной среды в другую перенести без искажения ничего нельзя. То есть мы воспринимаем понятие юджо через призму своей культуры в данном случае. Наделяем ее своим смыслом. Но это не значит, что японцы думают о юджо то же самое, что мы думаем. Поэтому, да, дзюдо глобализовалось. Дзюдо стало международным явлением. Но это не означает, что в полной мере изжиты все вопросы недопринимания представителей разных культур. И, собственно говоря, это одна из функций, наверное, людей моей профессии и историков. Функция эта заключается в том, чтобы помочь нам более глубоко осмыслить, понять, принять во внимание честь. Вот эти особенности в данном случае японской культуры. Я не знаю, как у вас сложилось в вашей практике, насколько у вас есть близкие отношения с японскими коллегами, как часто вы общаетесь, как долго, в каких формах. Я, работая в Федерации Фикушенкан Каратадо России с 2005 года, 15 лет работаю с одними и теми же людьми. Среди них есть и люди, которые стали моими учителями. И вот за эти 15 лет я накопил определенный опыт общения с ними. И я могу сказать, что сформировать дружеские отношения, по-настоящему дружеские отношения, это крайне тяжело. Среди своих продавающих не просто найти настоящие друзья, когда же речь идет о многонациональной семье, о представителе другой культуры. Мы иногда сталкиваемся с такими другими стереотипами в поведении, восприятии, которые, на первый взгляд, не видны, только со временем скрываются. И оказывается, что они могут создавать серьезные барьеры наших отношений. Вот как раз поэтому я в какой-то степени и начал говорить о том, что возможно японское понимание, понятие дружба, оно все-таки отличается от нашего. Мы перейдем к следующему понятию уважения. И что же там по-японски? Вот, пожалуйста. Что же там по-японски? Да, кей-и. То есть кей и Рубев – это почитание. Вообще говоря, это некое понятие благоговение. Сюда тоже вложено. Это одно из центральных понятий конфуцианства. И это мысль. Мысль или намерение. Уважение всегда подразумевает признание более высокого статуса человека в чем-то. Причем для японской культуры очень важна формальная составляющая. Я имею в виду, что человек, который начал раньше вас заниматься в дзюдо, даже если он ниже стоит вас по разряду, тем не менее он для вас будет сэмпай, он будет старше. И если даже его достижения в дзюдо будут более скромными, чем ваши, тем не менее он заслуживает уважения в силу своего возраста. И это означает, что подразумевается наличие вот такой абсолютной системы. Кто-то всегда родился раньше нас. Кто-то всегда раньше нас пришел в дзюдо или в какой-либо другой вид в дзюдо. Это означает наличие разных отношений между людьми. Ну, вы, наверное, уже слышали, что в японском дзюдо еще буквально десять лет назад был большой скандал, связанный с существованием своего рода дедовщины. В том числе на уровне национального сбора. Да, потому что для старшего по возрасту их дамы младший не обязательно является объектом уважения. То есть это общество стратифицированное. Хотя, конечно, японское общество тоже потерпевает изменения. Оно все более и все более инвестернизируется, американизируется. И не случайно этот скандал был преданногорский. Потому что какие нормы отношений недопустимы. Но я вот в данном случае о чем говорю? Есть формальные стороны дела. Обращение на «вы» и так далее. Есть внутренние стороны дела. Вот когда японцы говорят «кэйй», смотрите, второй рубль – смысл. Это означает, что вы должны быть проникнуты чувством уважения. Не формально только демонстрировать, а быть проникнуты чувством уважения. Но дальше возникает вопрос по отношению к кому, по отношению к чему, всего чего у вас такое отношение. Ну, иероглиф «кэй» входит целый ряд словосочетаний. Например, «кэйтэн» – «почитание небес». Ну, вот как-то так. Третий мой пункт, или третья ступень кодекса. Ну, я уже буду называть «кодекса». Искренность. И здесь опять ваша помощь. Да, сэйджицу. Искренность для японцев – это в первую очередь отсутствие дурных намерений. Искренность – это отсутствие дурных намерений. То есть я ничего не затеваю по отношению к своему партнеру. Я перед ним чистый. Вот иероглиф «сэй» – это первый, который входит в «сэйджицу». Имеет другое членение «макото». Макото – это истина, это чистота.